Всем привет! Подкаст UwebDesign, выпуск номер 28, сегодня 9 марта 2015 года. Всем привет! У нас несколько громких тем для вас. Вышел новый Brackets. Последняя версия U-Torrent втихомолк устанавливает майнер биткоинов. И поговорим о том, чего ждать от сегодняшней презентации Apple. Погнали! Погоним. Кстати, Никита, у нас же с тобой есть бессменная первая тема, с которой ты всегда начинаешь. Я думаю, наши слушатели и зрители, как ютуба зрителей, пользователей, нужно удостоить этой чести, удовольствия. Ютуба зрителей как-то звучит... Я согласен, я костный сегодня какой-то. Супер наших фанатов, любимых. Мы им хотим опять снова напомнить, что нам предоставили ребята из SmartApe такую супер крутую акцию. Которая дает 50% скидку на первые полгода на их хостинг. На их безлимитный хостинг? На их безлимитный. Ну, давай, ты расскажи, в чем акция заключается, потом еще чуть поговорим. Акция заключается в том, что вы регистрируетесь по ссылке, которую мы в описании оставим. Там в личном кабинете в разделе товара, услуги, в подразделе безлимитный хостинг нажимаете кнопочку заказать. Промокод наш вводите, там uwebdesign50%6munlim и... Ну и все, собственно. И оплачиваете уже, наконец-то. Ну вообще, вот ты, Никита, что можешь нового хорошего про SmartApe сказать? Мы уже достаточно много говорили, я думаю, ты можешь еще что-то. Еще больше сказать? Ну, я согласен, что куда уж больше, но тем не менее. У нас наш-то опыт их использования, он же не прекращается, растет семимильными шагами. Мне знаешь, что еще нравится? Что все ребята, которые вот с нашего промокода подписались, они все всем классно, всем нравятся. Никто не жалуется. Ты имеешь в виду, у нас есть даже какие-то данные закрытые, потому что люди подписываются на самом деле. Если вы все еще думаете, не хотите быть, как там, белой вороной, да, быть первым подписавшимся, не волнуйтесь, вы уже не первый, даже не десятый. Не последний. Да, вы обязательно это делаете, но самое крутое это саппорт, я считаю. Да, да. Прям даже иногда можно за житуху пообщаться с Матвеем, Ильей. Не знаю, насколько это реальные имена, но тем не менее. Да вообще, мне кажется, вот в нашу эпоху, так скажем, саппорт это главное, за что ты платишь деньги. То есть услуг много кто предоставляет, а вот саппорт такой. Ты имеешь в виду, когда ты 10% Амазона отдаешь за то, что к тебе человечка представляет, который головой отвечает за твои инстансы. Конечно, главное человечек, чтобы у тебя был. Ну, это, понимаешь, это все из гражданской войны американский идет. Тогда вот такие как раз пацаны, которые были хозяевами, они воевали за вот это право быть хозяевами. И вот, видимо, их внуки, они как бы, у них гены-то сохранились, и они это имплементируют в нашу жизнь, поэтому, да. То есть сервис. Сервис, да. Одним словом, сервис. Сейчас вы все платите за сервис, даже иногда за софтвейер, за сервис. Да, кстати. Кстати, хостинг, по-моему, это SaaS как раз модель, то есть ты получаешь... Ну, хотя нет, это не софтвейер. Почему нет, там отминка. И хардвейер, ну, в общем, да. Как-то так. Если вы все еще думаете, пробуете, то я считаю самое время, потому что 50% на первые полгода, это практически вы на одном завтраке можете сэкономить, полгода хостинга уже получите. Почти-почти, весна, время обновить хостинг. Согласен, да. Особенно с учетом того, что у нас там GoDaddy в Крыму отменил все домены. Но это, правда, уже не новость, это как бы еще начало февраля, но тем не менее. Здесь SmartApe, они через... Я не помню, какой у них домейн-регистрант, но они через посредника работают. Я думаю, ничего у вас не случится, даже если вы из Крыма. Ну да. Привет нашим крымским фанатам. 149 рублей точка ру стоит. Отлично. Я прям считаю, это дешево. Это как ты там писал как раз, что 8 марта мы там девчонкам дарили домен на нем простенькую сверстную. То есть это как раз на SmartApe уже тогда было, там много лет назад, когда мы еще в ВУЗе учились. Кстати, это ведь реально. Я обычно говорю, что мы уже около двух лет пользуемся, а выходит, что уже около четырех практически. Три-четыре. Три-четыре. Да, да. Еще в универе. Ладно, перейдем к темам. Brackets 1.2 Now Available. Что такое Brackets, подожди. Brackets это open-source редактор кода, который курирует компания Adobe, да, разработку. И он типа специализируется на фронт-энде. Ну на самом деле он сам, во-первых, построен на стеке HTML, CSS, JavaScript. То есть полностью весь редактор со всеми плюсами и минусами. В основном минусами, к сожалению, HTML5. То есть он подтупливает иногда, подтормаживает. Не все так плавно и здорово, но уже лучше. Очевидно, что нативные вещи работают быстрее. То есть какой-нибудь там sublime текст. Но у Brackets есть очень много преимуществ. Начиная с релиза 1.0. Хотя мы им пользуемся чуть ли не с... 0.1. Какого-то там шестого или седьмого спринта. То есть очень давно, просто вот космически давно. Примерно тогда же, когда SmartApe начали пользоваться. Вот. Вот начиная с первого релиза, у них даже плагин Extract, вот этот был добавлен, который в фотошопные файлы, да, помогают открывать. Ну и вот мы... Как-то случился момент, когда вот лично я с него перешел на коду. Ну Никита, я так понимаю, все еще пользуешься. Ну ты-то потому что Mac, парень. Да, да, потому что Mac OS X. Оно об этом в конце подкаста, да. Ну и тем не менее, редактор остался очень крутым. Посмотрим, какие новые фичи. Мы даже обзор делали на 47-й или 48-й какой-то там спринт. Предпоследний перед вот этим финальным релизом, поэтому да. Здесь вот смотри, Никита, нам пишут, что... Теперь, когда вы пишете Color в CSS, вам подсказки вываливаются с V3C вот этими названиями. А я знаю, я писал. У нас есть паблик по Brackets, я там писал это. Да, ну ты подожди писал. Я-то здесь его запустил прям, чтобы попробовать вживую. Я надеюсь, что Background Color тоже... О, у меня тут даже Emmet не установлен. Настолько я давно им не пользовался. Засахарилась у тебя. Да, Background Color, видишь, здесь есть реально эти... Вот такой вот IntelliSense, или как это в Visual Studio подсказки называется? Да-да-да. Вот здесь есть именно... Control-пробел? А, даже без Control-пробела. Здесь, ну, я так понимаю, Control-пробел... Нет, здесь он ничего не дает. Оно просто автоматически, когда ты что-нибудь напишешь, у тебя вот она вылазит. Интересно, здесь Rebecca Purple есть, который в честь сына... Фу, сына, дочери. Бэдлю, дочери Эрик, да, есть. Rebecca Purple, уже он вошел в стандарт. То есть вот такие теперь есть подсказки именно по цветам. Именно Color, Background Color, ну-ка, какой-нибудь Box Shadow тоже он предложит мне или нет? Ну, это было бы круто. Еще знаешь, чтобы можно было в какую сторону направлять тень? Так, я все табом пытаюсь. Какой-то прям неудобный здесь все. Один пиксель, один пиксель. Ну, нет, нет, я уже вижу, как бы, какие-то нахрен подсказки. Ну, короче говоря, это прикольно. Все равно, это здорово. Здесь, кстати, по наведению он этот цвет еще и показывает. Ну, это круто, это классика. Вот этого мне в коде, кстати, не хватает. Там мне приходится сажать дефолтный ОСТН-овский Color Picker, Command-Shift-C, по-моему. Здесь он не вызывается, но, по-моему, Command-Shift-C. Здесь только вызывается вот это. Тут видишь, из-за того, что это больше именно на веб-дизайн, тут именно цвета-то должны все смотреть. Да, да, это как бы фронт-энд редактор традиционно считается, поэтому вот так. Здесь еще пишут о том, что теперь Dart Language корректно подсвечивается. Сейчас ты, я чувствую, спокойно вздохнул, да, когда прям это изменение? Наконец-то, да. Хотя наверняка было уже какое-то расширение заранее, мы просто в ядро теперь включили, но тем не менее. This release also makes walking with SVG files easier. То есть в SVG файлах теперь тоже есть подсказочки даже для тегов. Я здесь вот тест SVG открыл, это Гамбургер Айкон. Так. Здесь будет простой паф из трех кусочков состоящий. Это, кстати, отдельное расширение SVG превью, кажется, оно называется. Ну, просто для наглядности, что оно есть. Вот если я здесь напишу какое-нибудь... Кстати, смотрите на канале наш ролик про SVG Animation, заходите в YouTube, там в поиск введите. Там ты не в брекетсах показываешь? Да, там я не в брекетсах, к сожалению. Вот видишь, я пишу аним, у него же напрашивается. Анимейт калор, анимейт мошен. Ну, подсказки тегов, как они сказали. Да, то есть именно SVG-шных. Вот здесь параметры всякие, buy, from, end. Ну, короче говоря, суперудобно, если вы смел анимации пишете, ну или просто SVG файлы делаете. То есть, что бы и нет. Удобно. Здесь теперь, кстати, да, сейчас вот я раскомментирую. Но я это для другого, это припас. Как тут раскомментировать? Вот так. Да, видишь, превью работает сразу. Это я просто, чтобы показать, что превью работает. Ну, это ты установил специально, да? Да, это я все сделал специально. Ну, кстати говоря, брекетс показывает PNG спокойненько. Да, 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 картиночки у них уже давно было превью, но вот с SVG как-то не удалось. Потому что оно вот традиционно как текст воспринимают все-таки изначально. Угу. Здесь пишут, что брекетс now looks great on Windows high DPI screens. А у Windows вообще есть high DPI screens? То есть, у них же нет никаких ноутбуков с ретиноэкранами. Ну, вот это сложный вопрос. Ну, нет, очевидно, что есть Full HD, там, 15-дюймовые мониторы, и это считается плотность достаточно высокая. Вот, видимо, брекетс как-то хреново на них выглядел, теперь выглядит нормально. Ура! Дай бог, конечно. На телеках будем смотреть брекетс. Ну, Command плюсом, Control плюсом увеличивать шрифт и прямо смотреть с расстояния 20 метров нормально на презентациях. Хотя на презентациях-то в проекторах все-таки говно все, поэтому... К сожалению. Там разрешения очень маленькие. Ну, нет, есть хорошие проекторы, но да. Нам на них выступать не придется. В общем, еще пишут о том, что наконец-то можно дрэгать текст. А дропать? Дропать? Дропать тоже можно, поскольку их дрэгнул. То есть вот я выделил. Кстати, для этого надо включить в настройках. Здесь есть отладка «Открыть файл настроек». У тебя открывается брекетс.json, вот такой файл с конфигом. Здесь надо дописать drag-drop text true. Это пока экспериментальная фича, в следующих релизах будет уже это. Но работает нормально. Видишь, я с моей вот так выделяю. Так. И вот с плюсиком могу дрэг-н-дропнуть. К сожалению, оно в прямом эфире не показывает, да, как будет выглядеть, куда я дрэг-н-дроп. Но если сюда, то вот сюда, видишь? Представляешь, как бы тормозило, если бы в прямом эфире это показывало? Ну, не должно. Потому что, например, в том же Sublime, хоть как бы я и не очень его приверженец, но там, насколько я понимаю, это работает. Прям этим пользуется. И очень много гнали на брэкетс из-за того, что здесь этого не было. Теперь есть. Понятно, круто. Как у тебя все еще? Нет ощущения бабочек в животе? Ты сейчас придешь домой, ня-ня-ня, такой припрыжечкой, будешь наконец-то дрэг-н-дропать. Вот пишут, что... Ну, тут очевидно, что есть full release notes. Мы оставим ссылку на этот блок-пост в описании к видео. Прямо под ссылкой, под нашим промокодом к SmartApe. Ну, здесь они пишут, что Next в релизе 1.3 они хотят проанализировать ту статистику, которую у них есть от комьюнити, и пофиксить наконец-то то, что их очень сильно просили. Возможно, дрэг-н-дроп это тоже из той статистики, но, видимо, он им сам нужен был. А вот тут уже именно, вот они пишут, что... Мы расшарим немножечко скрытые аналитики о том, как люди используют брэкетс. На ее основании сделаем несколько изменений. То есть, ну, проект развивается, живет, и это круто. Уберут тормознутость. Ну, нет, а, кстати, я пока вот это все пытался, он уже как-то все плавнее и круче. Ну, прям разительно по сравнению с тем, что было... Это у тебя, потому что новый MacBook Pro. Ну, он уже и не новый, поэтому, да. И, к сожалению, из-за того, что здесь ретина и говеная карта на борту, она 5100 или 5300, что-то такое, она отнюдь не блещет ничем, поэтому... Тормоза здесь могут быть даже и от того, что просто ты живешь. Ну, и об этом, опять же, в конце подкаста. Окей. Эппловские темы. Райан, кстати, хуже как-то стал посты здесь писать. Просто стянуть тексты, выкатить. Обычно он какие-то списочки пишет. Ну, если посмотреть предыдущие посты в блоге, то как-то раньше он под заголовки, и это здесь уже прям мясом тупым. Ну, ладно. Может, он занятой очень там. Ну, ему жить, я согласен. Когда у тебя имейл называется ryan-sobaka-adobe.com, я думаю, с тебя уже спроса никакого. Да, да, да. Ну, то есть спрос есть, но уж точно не вот в блог.brackets.io. Да. Ну, давай, следующая тема. Давай. Это что-то такое открыл. Это пост на форуме Muta Renta, где чуваки извиняются, что... Это уже извинение. Ну, подожди. Давай сейчас скажем, о чем извиняются. Да, давай, введи нас в курс дела. Значит, ввожу в курс. В последних версиях, не то чтобы в самой последней версии, то есть не бойтесь, а вот в одной из последних версий U-Torrent'а, без палео, так можно сказать, в Тихомолку, да, устанавливают майнер биткоинов. Причем, это слишком громко сказано, потому что там вообще устанавливается программка от... У тебя написано где-нибудь? От Epic Scale Incorporated. Да, да, у них... Они даже, собственно, дают здесь ссылочку на то, что, типа, почитайте Epic Scale. Вот. Там они пишут, как анонстолить их. Так вот, они хорошо, они пишут, как удалять. То есть то, что устанавливаются, они как бы в Тихомолку, это нормально. А то, что... То, что анонстолить, да. В общем, ребята, Epic Scale, на самом деле, гений. Я вот, если бы не они, я бы это сделал. Они устанавливают программку, которая использует ваши ресурсы компьютера тогда, когда вы их, типа, не используете. И причем на благие нужды. Тратит вашу электроэнергию, ты имеешь в виду? Да. И вот это самое главное. Я не понимаю. То есть они вроде используют, вроде как, типа, чтобы природу защищать. То есть они будут облагораживать как-то, я не знаю, может быть майнить биткоины и тратить их на леса, поля, реки. Вот, судя по всему, потому что раз там промайнить. Да, да, да. Вот, как-то все, математические вычисления с помощью ваших процессоров будут делать, еще что-то, физические, да. Но это классический пример ботнета, к сожалению. Поэтому, как бы они, какие бы они себе тут водопады не ставили на обойку, я бы это не поощрял, такие вещи. Во-первых, это, во-вторых, это же и есть трата электроэнергии. Это же и есть, как бы, против природы, по идее. И вот на другое немного, там, они, ну, понимаешь, да. Не то что-то. Вообще, причем сайт какой-то тоже мне показался, как будто его сделали за пару дней до того, как вступить. Возможно, они уже давно, конечно, эти ребята. Ну, копирайт 2014 года, они не изменили на 2014-2015, там, какую-нибудь функцию the date не вызвали. Я бы специально 2001-го поставил, что, типа, давно уже на рынке. Вот, короче, ребята говорят, что они делают хорошее дело, правое дело, так скажем. И поэтому устанавливайте, типа, их программу, и они будут использовать ваши ресурсы, пока вы не играете, не кодите, там, и так далее. Пока простое у вас совершается. Ну, давай скажем так. Программка Windows Only. И вообще, весь факап случился только для юзеров Windows. 32-битной, почему-то, версии. А это значит, что ресурсов меньше. Это полная характеристика лоха. Windows, да еще и 32-битная. В наш век 64-битных процессоров. Чуть ли не Windows XP, да. Вот. Поэтому то, что они там добренькие, я бы вот засомневался, что они таргетят именно пользователей торрентов именно на Windows, именно на 32-битных версиях. И самое главное недобрость заключается в том, что uTorrent не предлагает вам снять галочку «установить Яндекс.Браузер», то есть установить Epic Scale. Нет. И он устанавливается именно без вашего ведома и начинает майнить. Ну, и ты еще скажи дальше, видишь, без их сайта даже непонятно, как его uninstallить. Да, а без их сайта даже не удалить никак. То есть ребята могут. Они написали, что там в установке и удалении программ появляется вот эта их хренотень, ты ее удаляешь, но она все равно оставляет пару файлов и предпочитают думать, что это просто ваши настройки профиля. И чтобы в следующий раз, когда вы уже сознательно установили их Тулзу, у вас сохранилось уже, какой у вас был процесс, чтобы им даже не пришлось переиндексацию делать вашего железа, я так понимаю. Ну вот да. В последний... Ну и все. И, значит, ребята из uTorrent сильно-сильно отрицали, что они там что-то устанавливаются с ними вместе и так далее, и так далее. Ну вот тут они извиняются за то, что галочки не было, что типа они отменить хотят, но они по-прежнему, во-первых, считают, что Epic Scale это крутые чуваки. Но они уже по мужикам не могут отказаться. Согласен, да. И то, что вообще такая модель дистрибьюции, как она, кстати, называется? А это какая-то модель... А, Opt-in, которая? Да. Она тоже им прям сильно симпатична. Ну вот компания BitTorrent, которая является разработчиком клиента MuteTorrent, поэтому да. Так подожди, они разрабатывают два клиента, получается? Да, я никогда не понимал, почему. Но вот я, например, пользуюсь клиентом BitTorrent. Видимо, не зря, чтобы с тебя не майнили. Скорее всего, да. Но там, понимаешь, у него есть даже платная версия. Я знаю, чтобы брать рекламу, чтобы... Да, 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 да. Поэтому... А в MuteTorrent, по-моему, нет рекламы. Да вообще, мне это кажется каким-то... BitTorrent, они типа там у них и BitTorrent Sync, там у них вообще жизнь. Да, это более или менее официальный клиент, но он с рекламой и с говном. А MuteTorrent — это типа такая open-source, видимо, версия какая-то. Я не знаю. То есть это примерно как вот Brackets, да? Его же в Edge Code потом переделывают. Его форкают, и в Edge Code все изменения тоже пушат. А его уже чуть ли не продают. Ну не продают, конечно, но немного дистрибьютируют по другой модели. Возможно, здесь в модели дистрибьюции разница этих клиентов. Ну хотя, напишите нам в комментариях, если вы знаете какие-то там различия в коде или что-то еще. То есть очевидно, что какие-то различия еще должны быть. Там опять же нам скажут, что ты можешь позвонить в поддержку BitTorrent, если ты его купил, и спросить, а что это у меня не качается новая серия теории Большого Взрыва? Ну да, они скажут, ты придурок, ты там трекер, умер там. Мы сейчас, нам треки... У нас, кстати, стучит программа, все, что ты делаешь. Поэтому ты когда нам звонил, мы уже знали, что тебе подсказать, да? Вот такое. Ну не знаю, я никогда не пробовал BitTorrent Plus вот это ставить, который платный. Да-да-да. Поэтому... У них там какая-то даже соцсеть есть, там практически, знаешь, как в наших старых провайдерских осло-сетях, едонкий вот этих вот 2000, там тоже же есть сейчас, типа, свои соцсети, типа, да-да, он с форума парсит инфу про фильм, там, про всякое это. Ну, короче говоря, мы можем очень долго сейчас углубляться в эти все пиратские дебри. Но я считаю, Mutorrent некрасиво. Хотя, ну, только для Windows, для 32-битных, я думаю, у нас слушателей нет таких. Сказали, 6% людей всего пострадали, пользователи ихних. Ну, может быть, установили больше, просто они не пострадали. Они как бы подумали, что... С них не наманило. Ну, не нормально, да. У них, возможно, какие-нибудь лэптопы, там, я не знаю, Asus 11-дюймовые, есть такие еще, которые нетбуками раньше назывались. Мне кажется, это этот слой компьютеров, лэптопов вообще умер после того, как iPad вышел и стал массовым. А ты понимаешь, что ты, скорее всего, такую машину, которую ты сейчас описал, ты ее вот этими Mutorrent'ами повесишь сразу. Так, а почему ты думаешь, они все думают, что у них тормозит? Потому что у них еще охранник Mail.ru охраняет вот этот твой майнер. Да-да-да. И Яндекс.Бар... Я все, я заговорился даже. Да. В общем, это веселая тема, да? Ну, такая вещь, я заговорился опять же, поэтому, в принципе, веселуха. Здесь очень много чуваков на форуме, на самом деле, они ищут в этом злой умысел. В том смысле, что... Почему таргетят именно торрент клиентов? Что, типа, у Epic Sale они вот такую модель дистрибьюции именно для торрент клиентов избрали. То есть, практически только в них. И, типа, они их вот ненавидят там. Ну, в общем, здесь уже практически расовую ненависть они пытаются... Пытаются обвинить, как там их, Epic Scale в том, что они прям дискриминируют пользователей торрент сетей. Я думаю, ответ простой бабки. Ну, это всегда у нас такой ответ, да, поэтому не знаешь про что, значит про бабки. Так что, вот, мембер E-Pirate с 11 постами, ты, скорее всего, не прав. Видишь, он, видишь, его bothers. The thing that bothers me most about Epic Scale is the way they answer the first question on their frequently asked questions. Видишь, у них на сайте есть фак, и там, как, типа, убрать... А, как Epic Scale попало ко мне на компьютер? Видишь, типа, вы через торрент клиент. То есть, они не отрицают, что в основном они через торрент клиенты это делают. Короче говоря, я не знаю вообще, получит ли дальнейшую огласку это все, потому что, вот, изначально была статья моя на Твиттере или Твиттере, что, типа, ай-яй-яй, вот такая вот хренотень. Причем там супер такое кричащее название, что майнер биткоинов. Ну, хотя здесь, по сути, тоже, раз они майнят с вашей помощью биткоины, потом их тратят, типа, на хорошие нужды. Видимо, по сути, так и есть. Вот. И потом, вот, пришла новость, что они там извинились, но на самом деле им не очень стыдно. Они извинились за то, что просто галочку не поставили. Насколько они это тоже сделали специально, непонятно. Да. Давай дальше. Если ты помнишь, мы неделю назад говорили о том, что в WordPress директория тем обновила дизайн на тот, который в админке есть. То есть, там в три колоночки и так далее. Ну, собственно, вот здесь эта новость. Помню, и плагины теперь, и темки, и вообще вся житуха там. Ну, ты да, вот. Вот так это выглядело. То есть, мы можем сейчас зайти в WordPress theme directory. И она выглядит точь-в-точь, как в вашей админке. Ну, только здесь нету, как там, фейворити, да, называется, где ты сходишь в свой... Ну, это в плагин. ...юзернейм. Только в плагинах? В темах нет? Да, в темах нет. Сейчас посмотрим. Ну, слушай, это идея сейчас для WordPress сделать фейворит темы. Ну, мне кажется, у них эта идея уже в голове. Они же, в принципе, себя повторяют почти всегда. Делают то же самое, только то тут, то там, то там. Они кода пишут, знаешь, 100 строк, потом эти 100 строк везде вкидывают. Каждый раз это и информационный повод, и пункт в чендж-логе, и вообще. То есть, я как бы ничего плохого сказать не хочу, но да. Нет, здесь есть фейворит, здесь when you log in. Ну, давай я log in. Так. Да, да, здесь есть фейворит, то есть в плагинах. Вот теперь плагин директори, в общем, возвращаясь к тому, почему мы здесь собрались, он вот получил новый... Вид. Новый вид, да. И кроме нового вида, еще новые статы. Обрати внимание, теперь здесь не только рейтинги, и сколько раз был скачен. Сколько раз был скачен, сменило на то, сколько сейчас активно установок с этим плагином. Это прикольно, кстати. Вот нам с тобой, как пользователям, да, директории плагинов, мне кажется, эта информация полезнее будет. Насколько много людей в данный момент этим пользуются, насколько это актуально все еще. Да вообще, если честно, вот вся эта статистика, лучше бы только и оставили каких активных. Почему? Потому что вроде, видишь слайдер, да, плагин слайдер, вроде крутой, вроде 5 звезд, устанавливаешь. В свое время они, возможно, купили там кучу пятизвездочных этих... Отелей. Тиков, я хотел сказать, как это... Ну да, да. Чтобы им поставили много... Голосований. Да, голосований. И с тех пор уже давно ничего не поддерживается, и там сказано, что скачено 100 тысяч раз, хотя это тоже могли накрутить. Но я не представляю, зачем это надо, но допустим. И теперь Active Installs есть. Как это, зачем свою про-версию продавать? Так, ну ты же понимаешь, что зачастую это происходит с плагинами, которые уже хреново поддерживаются. Это да. Возможно, конечно, про-версии у них уже хорошо поддерживаются, например, за саппорт платим в нашем 21 веке, но тем не менее. Ну да. И появилась страница stats, вот эта. Сколько сегодня скачали. Так, а не, вот это было, вот этот пункт был Downloads History. Приеду часам к девяти. Окей. Надо отменить. То есть, какие-то графики еще какие-то. Да, графики, это именно как вот загрузочки были прям по дням. Я не знаю, да, прям можно каждый день смотреть. Почему в начале, а, ну это скорее всего апдейты. Ты понимаешь, да, что вот эти всполохи, это апдейты, их ставят. Ага. Ну тут смотри, минорные всполохи тоже есть. То есть, может быть, в воскресенье никто не работает, потом в понедельник все плагины ставят. Но это надо смотреть. И здесь, что характерно, еще круче. Показаны теперь, какие активные версии. То есть, допустим, я хотел это, кстати, сказать вот в самом начале. Возьмем какой-нибудь супер там Old Slider Pro Limited, хай-тек. Так. У него даже сейчас Active Installs очень много, потому что его 100 лет назад поставили. И он, в принципе, на многих мертвых сайтах крутится. Там домены 10 лет вперед продлили. И тот факт, что там Active Installs, они вот, ну, как бы ничего нам не дают. Ну, подожди, а вдруг это Active Installs последней версии? Здесь версия не плагина, а WordPress. То есть, насколько на актуальных сайтах этот плагин установлен, понимаешь? То есть, если здесь будет Older Versions в основном, то значит, это на старых сайтах плагин установлен. Даже если это последняя версия плагина, он давно не обновлялся. И он такой прям суперкрутой, что его даже обновлять не надо. Ну, как, например, WordPress Importer. Там он тоже 100 лет не... Хотя, по-моему, последний раз... Ну, ладно, неважно. Ну, да. Есть, в общем, плагины, которые написаны, обновлялись два и более лет назад, но они все еще очень круто работают и практически не имеют альтернатив. Ну, реально качественная тема. Вот, да. Плагин. Да, да, плагин. Вот. И теперь, видишь, можно будет смотреть. Если Older Versions очень много и ни одного сайта с 4.1 не используют, то, скорее всего... В общем, нам всячески облегчают experience пользования. Ну, вот, я не знаю уж, как нижняя облегчает, верхняя облегчает, нижний график досвидос. В смысле, вот этот? Да. Че здесь понимать? Здесь можно, если ты WordPress журналист, пишешь какую-то аналитику по сравнению каких-то плагинов, смотришь, как вообще релиз влияет на выкат. Смотришь, где, может быть, какой-то плагин имплементировал автоопрессор, обновление, хотя, насколько я понимаю, это нельзя, да, даже. Да, может быть, сполохи какие-то другие. Ну, очевидно, что эту аналитику можно как-то использовать. Мы с тобой не то, чтобы специалисты big data. Да. Поэтому, да, ну, как бы просто, после какого релиза вдруг сильно больше стало. То есть, ну, может быть, какой-то... Мы вообще где находимся-то? Contact Form 7. Это, кстати, неплохая статистика. Я думаю, мы сейчас, если в что-нибудь попроще уйдем, то там будет прям вообще кисель. Ты крутую еще показываешь статистику. Посмотрим. Так, не popular, а favorites я хочу посмотреть. Вот у меня, например, есть... Да любой, вон, вопс-муш. Вот WooCommerce CSV Importer. У нас очень добрые связанные воспоминания с этим плагином. Угу. Давай. Тут еще реклама такая, я не могу... Вот здесь сразу все видно. 2.2 в основном версии WordPress, на которых установлен этот плагин. На Vio? Или, подожди, нет, это все-таки версии плагин. А, ну вот. Ну, кстати, это сейчас отменяет практически все, что я сказал. То есть, мы можем смотреть, сколько поставлено новых и сколько поставлено старых версий. Это нам уже менее интересно. Менее интересно. Так, тут был какой-то всполох. Ну, был апдейт, видимо. Подожди, когда апдейт? Да, да, 21 февраля. То есть, вот... Вот, да. Это как раз 21 февраля, и да. То есть, до этого так слабенько обновлялось и не очень ставился. Ну, блин, если бы здесь были версии именно WordPress, было бы круче. Это, кстати, им идея. Если вы нас слушаете, чуваки, WordPress.org. Мэт. Мэт, старина. Распорядись. Я думаю, будет круто. Давай, Никита, перейдем к следующей теме. Она какая-то, я слышу, прям сильно интересная. Она интереснее, чем все наши предыдущие, кроме первой темы про смарт-тейп. Да, ну там вообще, я прям заслушиваюсь. Каждый раз, когда ты читаешь текст акции, это прям музыка. Товар, услуги. В общем, у нас есть знакомые, друзья, я не знаю, как партнеры, коллеги по цеху. Ну, коллеги точно, партнеры точно. Друзья еще не точно, да? Друзья еще пока не точно, но да. В общем, ребята LoftBlog, они так себя называют, проект у них. И у них есть портал видеоуроков, просто видеоуроков. Одноименный. Одноименный, LoftBlog, на котором они выкладывают свои уроки, там, курсы и даже всякие подкасты, как у нас практически. Насколько мы должны их хвалить сейчас? Мы их сейчас скажем, кто они, а потом подумаем. Просто портал видеоуроков в сообществе очень неконтрастный. Я не могу это видеть. Нужно подложечку делать для текста на картинке. Но зато кнопочка двигается. Зато мужик смотрит. Меня пленило. Он прямо на кнопочку и смотрит. Да, так вот, в том-то и прикол. Я не могу, я не киню, конверсия. Так вот, ребята, значит, делают правое дело, так же, как мы, собственно. Они выпускают кучу видеоуроков, даже не только просто по веб-дизайну, а там по программированию, по C++ выпускают. Да, я видел новый курс про C++. Давай пройдемся по лендингу, чтобы понимать. Значит, есть кнопка регистрации, есть все, есть все, к сожалению, не адаптивная. Причем кнопки регистрации две, и одна из них не очень видна. Не адаптивная, к сожалению? Ну, такое. Ну, нет, это еще адаптивная. То есть ты же видишь, что Media Queries присутствует. Может быть, не так, как ты бы хотел, и как бы ты сделал, но это уже не их проблема. Не их проблема. Есть присоединение сразу вниз, тут у них трейлер красивый, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Я этот трейлер, причем видел, еще очень давно, он чуть ли не как Google рекламу у меня прокнул. Да-да-да. Вот, ну, они тут представляют свои главные проекты, все-таки у них здесь и видеоподкасты есть, как у нас, видеоуроки есть. Они проводят даже какие-то вот встречи, школа, это у них совместно с веб-студией IT Loft, у них есть студия. Это как бы сами они, ты знаешь? Если бы мы совместно с собой это проводили. С IT Uweb Design два раза в год проводим стажировки для учеников сообщества. Видишь, у них стажировки есть. Ну, инфобизнес, это пацаны правильно делают, но у них рынок, понимаешь, у них Питер. Молодцы. А, кстати, они с Питера, да, это спойлер-спойлер. Если вы в Питере, то обратите внимание, зайдите, поздоровайтесь где-нибудь. Попейте чаю с ним. Привет передайте. Да. Вот, здесь они рассказывают о своих плюсах, рассказывают, говорят, вот что у них популярное. Читают, смотрят JavaScript. Я вот не понимаю, почему они не разных размеров-то, эти штуки? Ну... Хотя бы мы закастомили, ну, не то чтобы динамически у них там это перебиралось, от того, сколько постов, такой размер шрифта. Но как-нибудь бы, хоть, я не знаю. Но это так, это я просто здесь... Да. Да. Ну, тут у них огромная статистика людей, там, куча просмотров ежемесячно на сайте 8000. Это, по-моему, у нас, мне кажется, не знаю, даже больше, меньше. Ну, нет, на сайте все-таки у нас меньше, к сожалению. Ежемесячно? На YouTube, конечно, больше. Но у них на YouTube-то тоже больше, поэтому... О чем тут говорить? Да, вот. У них есть последние события, обзор. Ну, подписка, естественно, на их e-mail, чтобы они вам бомбили, там, что они выпустили. Новый PHP-курс, там, новый C++, я не знаю. Соцсети. Ну, да. У них есть все как надо. У них Facebook, Twitter, они есть на ВКонтакте, у них сообществом тысячи две человек. То есть они молодцы, их можно везде подписаться на них. Еще дополнительный футер, мини-футер и IT-лофт, совместно с IT-лофт, потому что разработка сайта, кстати, тоже IT-лофт, лофт, лофт, IT-лофт. В общем, полный лофт. А лофт, кстати, как переводится? Я не знаю. А это перевод, ты думаешь? Ну-ка. Нет, конечно, конечно. Лофт это какое-то, знаешь, пространство есть, там, где все сидят на диванах, как мы с тобой сейчас. Чердак-лофт. Есть русское такое слово. Ну, очевидно, чердак, Синовал мне больше нравится. Ну все, Синовал-блог, короче, подписывайтесь. Там сидят время проводят, да, тоже. Подожди, Синовал, а я просто хотел принципиальное различие от нас рассказать. Давай. Здесь же чуваки, у них уже индустрия, они других людей призывают к себе. То есть я так понимаю, мы сейчас в основном даже не то, чтобы идите смотрите уроки, а идите преподавайте у них. Я так понимаю, у них открытый набор. То есть ты хочешь сказать, наши подписчики уже могут преподавать у них? Ну, давай не будем скрывать, что большинство людей, которые вот на таких вещах регистрируются, приходят на какие-то интенсивные, они бараны, и вряд ли они когда-нибудь будут вообще делать сайты и кем-то станут. Но хотят. Ну, это такое, ты знаешь, вот мы на Трихаус делали обзор, да, и вот там чуваки есть типа интервью с нашими учениками. И там ученик рассказывает, я там типа сделал сайт. Нет, подожди. Ну, там то-то-то. Стой, 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 а где это было? А, нет, это, к сожалению, на нашей следующей теме про Apple. Там чувак, пожарник, мне айпады помогают жить, выживать. Вот тут мне, допустим, лофтблог. Ну вот да, но короче говоря, это все равно такое, он денег не будет этим зарабатывать. Если кто-то научится у ребят с лофтблога и будет после этого зарабатывать деньги с созданием сайтов, я пожму руку и им, и ему, и вообще. Так у них это и цель, высшая. Ну это нереальная цель, давай будем откровенны. То есть это для себя, про себя и для таких, как ты, но не для того, чтобы ты пришел куда-то там в школу и все детки у тебя стали сразу программистами. Потому что если ты их любой алгоритм нормальный, понимаешь, есть две принципиальные вещи. Есть программирование, есть скриптинг. Вот на таких вещах, да, собственно, и у нас можно научиться скриптингу, но никак не программирование. Потому что программирование — это принцип, это паттерны, это как бы глубоко на самом-то деле. Это надо книги читать. Ну, может быть, спрашивать у какого-нибудь там наставника или преподавателя. Сидх лорда. Да, скорее всего. Потому что это то еще, особенности Си плюс плюс учишь. Там Си плюс плюс лорда, я не знаю. Ну, Сидх плюс плюс, все, я понял. Я хотел шутку какую-то смешную сказать, не получилось смешной. В общем, да, и здесь можно скриптингу научиться. Ну, допустим, ты можешь программировать интерфейс. То, что на событиях завязано или там на времени. Но это как бы... Ты можешь зарабатывать деньги, самое главное. Деньги можно чем угодно зарабатывать. К сожалению. Вот именно. Ну или, к счастью, я не знаю, смотря о чем речь. О чем мы, да? В общем, ребята, LoftBlog, подписывайтесь, кому интересно. А мы идем дальше. К моей любимой сегодняшней теме. What to expect at Apple's Spring Forward event on Monday? On Monday — это уже сегодня. По-русски давай. У них еще не Манди в Америке, а у нас-то уже Манди с тобой в полный рост. Ну-ка, а во сколько у нас будет это по-русскому, вот это expected? 11 или 10, я не знаю. Это не имеет значения никакого. Потому что начиная с 9 вечера, уже по нашему челябинскому времени, я сейчас все говорю, уже придется просто сидеть, смотреть на пустой экран и ждать, когда начнется уже что-нибудь. Подожди, ты обещаешь мне, что не будет обваливаться презентация в этот раз? Ну, это надо у Фила Шиллера спросить и у всего отдела маркетинга, который ее... Насколько хорошо они ее в этот раз разрекламировали и какие сервера поставили, чтобы это выдерживать? Не созванивался с ним? Сегодня еще нет, но спит мужик. Понимаешь, они с 10 утра хреначат, понимаешь? Бедные. Я не знаю, насколько они звонки еще принимают перед этими, 10 утра. Возможно, они даже жену не берут, не то что меня, Саньку. Санька из Челябинска звонит. Не, потом перезвоним ему, скажем, спросим, как там. Кстати, подожди, я перед этим всем скажу, что новую презентацию Apple можно, как обычно, смотреть только с Apple девайсов. Ты уверен? К сожалению. А как ты это смотрел? Где ты это видел? Через канал, который мы не будем пиарить в Велсаком. Да можно. Понимаешь, и мы не обеднеем, и ему от нас как бы это все. Хочется, чтобы он нам что-то тебе обратно сказал. Ну давай. В следующий раз, когда он себя вмонтирует в уголочек, будешь шампанское пить, чтобы он за нас, да, один тост поднял? Ну вот да. Ну, в общем, суть в том, что... А он это прям написал, что, типа, чуваки, презентация только для маководов и iOS-водов. Ну просто ты заходишь, какая разница? Ты заходишь на Apple.com с браузера, с Chrome, с моей винды и не видишь видео. В смысле, там вообще, как ни в чем не бывает, или там написано, вы лох, вы не можете посмотреть. Я, кстати, не помню, там практически написано, вы лох, просто мы там... будет круто, короче. Подожди, вот я сейчас захожу на Apple.com. А у вас не будет круто, там вот практически так. Давай. Да, я не могу. Зачем они это делают? Они издеваются. Шот он iPhone 6. Я еще, кстати, не смотрел, а вот в World Gallery. Так, Apple Special Event. Spring Forward. Watch the live video. Ну, понятно. Ну вот и здесь и будет. А здесь написано. Require Safari 5.1 All Later on OS X, Safari iOS 6 и Apple TV. Понятно. Подожди, а если я Safari себе накачу, интересно, очень старую? А, тут именно с какой-то... All Later on OS X, понял? А-а-а. Так что не получится, к сожалению. Но я, причем, ты опередил меня. Я бы хотел спросить тебя, как ты будешь смотреть, ожидая, что ты скажешь, я зайду на сайт и буду смотреть. Угу. Но я так понимаю, я бы так, в больную ранку... Да, да, по больному. Ну, давай как раз для наших Windows-юзеров расскажем, что там будет. Приоткроем ширму. Ну, я... Хотел... Чё? Чтобы ты меня задал вопрос, как я буду смотреть. Нет, как ты. Я бы тебе сказал, как я это буду делать. Давай, как ты будешь, ну-ка. Я последнюю смотрел на Apple TV. Это прям непередаваемое ощущение. Просто по телеку смотришь и всё. Да? И там на Apple TV, прям на рабочем старе, появляется иконочка Apple Special Event. Прям вот такой же, с цветочком. Мне этот цветочек Shell напоминает. В смысле? Подожди, даже на твоем старом... А у меня он не такой старый, он предпоследний, второго поколения. А-а-а. Но здесь написано, Apple TV second or third generation, понял? Угу. То есть... Поддерживаю. Его более чем достаточно, он просто в 720p, а не в 1080p. Поэтому мне на телевизоре, конечно, пиксели дублируются. Тим Кук не такой шикарный. Не такой шарп, как это? Резкий, чёткий. Резкий, чёткий это хорошо вообще. Чёткий Тим Кук. Ну и Фил Шиллера. Я Фила Шиллера больше жду, чем Тима Кука. А почему? Ну, я... Он тебе скажет больше интересного? Нет, потому что Тим Кук, он не из наших теперь, понимаешь? Он такой... На скользкую дорожку. Он не теперь, он никогда не был, я так понимаю. Не, ну ты же таким не рождаешься. Это философский, опять же. Согласен. Ладно, давай посмотрим, чё, what to expect. На самом деле, у нас же это в основном интересует. Хотя сам процесс просмотра вот этот вот... Раньше я под пиво это смотрел, теперь не под пиво. Да мы в Америке открывали ноутбуки, смотрели. Мы там уютненько с тобой смотрели. Там-то мы по американскому времени это смотрели. Я не знаю, выходной у нас было, или мы просто прогуляли ради этого работу. А мы не скачивали ли? Возможно, даже скачивали. То есть оно прошло, и мы просто скачали? Возможно, там, да, там же есть видеоподкасты у них. Именно мы, возможно, да, запись смотрели. Но мы тогда вообще лохи, нам нет прощения. А, нет, нам есть прощение, потому что они же не сразу стримили. То есть были моменты, когда только текстовые трансляции на NGADGET или где-то ещё мы читали, а они не стримили ни на сайте, нигде, и приходилось реально потом скачивать Keynote в iTunes. Ну вот это сейчас один из выходов Windows чувакам. Они могут смотреть текстовые трансляции на сайтах, на различных. Сколько? Уже же вот, опять же, вилсаком, если мы уж про него сказали. Он, я так понимаю, ведёт видеотрансляцию. Ну да, да. Ну, он монтирует себя в уголочек там, сначала приветствует нас всех за 30 минут до. Он ещё страшнее делал, из-за того, что, видимо, на него Apple гнала, видимо, из-за этого. Он знаешь, как делал? Он ставил сзади себя монитор. Так. На мониторе идёт, и ты как бы, ну, видеоряд у тебя... Я понял, что ты не нарушаешь полиси. Да, да, да. Ну, вот так. Охренеть. Чё, реально так делал? Да. Сидел прям с шампусиком перед большим этим... Не, я когда последний раз его смотрел, вообще мне... Я его смотрел только, когда, опять же, Apple не стримили. Какую-то одну из презентаций год назад они не стримили, я прям недоволен был сильно. Поэтому, да, вообще, нас точно ждут Apple Watch. Ура. Нам расскажут цены образования. То есть, нам говорили, что 350 долларов, но, очевидно, за самую дешёвую модель, про другие не сказали, сколько сменные эти панели. Ремешки будут стоить и браслетики тоже пока не сказано. Ну, вообще, вот чё ты, Никита, думаешь про Apple Watch? Я все очень сильно недовольны тем, что дорого за тонкий клиент. И я вот из-за этого тоже боюсь, что это в натуре как-то дороговато получается. Ну, ты имеешь в виду, что ты как бы у тебя есть, ну, да, все знают, что такое тонкий клиент, конечно же, но у тебя есть интерфейс, по которому ты можешь управлять, но без айфона. Тонкий клиент к чему? К айфону. Да, или к айпаду, тоже можно. Да, ну круто. Теперь я уже спокоен, да, я вообще так-то с айпадом в кармане хожу. Ну, так вот, и у тебя есть интерфейс для управления, для просмотра каких-то notifications. По-моему, даже отвечать по ним можно. Да, наверное. Да не, можно. Да они должны делать всё, но просто без какого-либо другого девайса не могут это делать. Да, вот, то есть, ну... И это грустно за такие бабки. 350. Это за полтелефона. Да, кстати, от 700, по-моему, или от 650 айфон. Ну, ты же понимаешь, что всё равно, например, все купят. По тебе расскажут ценообразование. Вот они мне расскажут, почему я должен купить всё-таки. Потому что best Apple Watch ever. И похрену, что это первое. Мы пошли дальше и сделали ещё более крутые Apple Watch. Ты же уже понимаешь, как будет. Понятно. Нет, ну, там же датчики. То есть, кроме того, что это просто тонкий клиент, в нём есть датчики. То есть, он собирает ту инфу, которую не может собрать айфон без всякого. То есть, там пульс, хренульс. А ты вот что бы хотел сейчас себя собирать такое, чтобы вот каждый день прям знать, что ты? Я не пробовал. Ты же понимаешь, как обычно бывает с Apple устройствами. Когда они первый раз выпускают, вот как вышел первый iPad. Все думали, да нахрен он нужен. То есть, ну, нет, ладно. Его назначение, в принципе, понятно. Да не очень. Все, опять же. У нас есть читалки, у нас есть телефоны, у нас есть макбуки. Читалки, у нас все были говно по сравнению с iPad. Как, собственно, и остались. Ну, понятно, что есть электронные чернила. Они там лучше приспособлены, больше контраст. Это всё... Это для гиков читания. Для чтенцев. Да-да-да. Читателей. В общем, да. Там всё-таки экран, он светит цветы. Но вообще, по уровню удобства, iPad, конечно, зашкаливаю тогда и зашкаливаюсь сейчас. Так, ну, допустим. Допустим, ты iPad отмазал. Давай часы мне тебе. Ну, вот в одном из наших российских подкастов, самом топовом. Так. Нам говорили... Кроме нашего? Ну, на втором месте, да. После нас, конечно. Обсуждали причину, по которой Apple Watch понадобится. Типа, знаешь, вот за айфоном реально долго тянутся и лень. А вот на часах можешь посмотреть. Или ты одной рукой что-то держишь. Не будем говорить, что ты держишь одной рукой. На часах что-то посмотреть. Там тебе смс пришла. Ты, понимаешь... Жена вот у тебя держит. Ты прибиваешь картину. Она тебе её держит ровно, чтобы... Ей в этот момент приходит смс-ка супер важная. Она и хопа может на часах посмотреть её. Ответить, конечно, не может. Хотя нет, она может сказать «Хей, Сири». Кстати, Сири должна по-русски говорить «восемь три» или «восемь». «Восемь два», наверное. «Восемь сколько-то». Я перестал... Будет восемь два. Будет восемь два. Перестал следить, да. Будет восемь два. Ну, так вот. И она может... Сири, ответь обратно. Я сейчас не могу говорить, но я прочитала, и вообще всё супер. Подожди, давай так. Давай, я не бизнесмен, и я не гик. Мне нужны эти часы. И я не больной, самое главное. У меня всё нормально с сердцем. И со спортом. Так, я начал и сам забыл. Apple перепродумывает концепцию фитнес-часов. То есть, как она сделала с айфоном. Уже были тач-смартфоны, когда выходил айфон. Но всё равно все поняли, что до этого всё было не то. Всё было говно. И весь наш экспириенс был неправильный. Потому что вот этот экспириенс более удобный. Поэтому мы с тобой не можем даже сейчас косвенно судить о том, для чего эти часы будут нужны. Пока они не попользовались. Или пока нам не сказали хотя бы точно, как пользоваться. То есть, вполне очевидно, что, имея все эти датчики, ты можешь написать охренеть, какой софт. То есть, всё будет, как обычно, возложено на создателей софта. Да, на создателей софта отлично, на разработчиков. Потому что iOS её в основном сделала, ну, кроме Apple, её сделали ещё и все те гениальные проекты. Типа там игры Doodle Jump. Я до сих пор или Angry Birds, например. Это же феномены. То есть, это не просто приложение. Это прям культурный феномен. То, что это они сделали. Я согласен, тогда надо опять же сказать про iPad, iPad 2, что iPad 2 больше выстрелил. iPad 2 больше выстрелил, потому что там передняя камера появилась, потому что он стал тоньше. И что-то ещё там сделали прям существенно важно. Ну вот, может быть, вторые часы, допустим, будут с таким же софтом идти, без которого просто жить нельзя будет. Да, я, то есть, спеша сказать, даже нет мысли покупать первый Apple Watch, потому что вторые стопудово будут круче, как iPhone 3G. Он был реально суперкруче, чем оригинальный iPhone. Ну, ты сейчас не отговаривай у людей. Пусть возьмут 350 баксов. Так нет, пусть возьмут вон 18-каратную золотую версию. Как она называется? Она как-то ещё называется? Edition. Просто Apple Watch Edition. Версия. Да, да. Ну, вот так вот. Сразу там продажи, естественно, в цивилизованной Европе и в Гонконге. Это цивилизованная часть Китая, для тех, кто не знает, которая была колонией английской. Гонконг-Цевропа? Да, да, я думаю так. Apple Retail Revamp. Ходят слухи, что Джонни переделал некоторые части Apple Store, ну, самих вот этих магазинов, и премиум продукты, типа вот золотых Apple Watch и так далее, их вон на дереве выставили и вообще... То есть там более или менее покруче всё редизайнили, чтобы разделить людей на премиум покупателей и лохов, которые пришли купить чехол для айфона. Не понял, дерево будет у кого? У богатеньких Буратин? У богатеньких будет ещё круче дерево, чем здесь. Здесь вот это такое стеклянное дерево. Это, чтобы ты понимал, это вертикальная хрень. То есть это стена. Я понял. И там часы пристёгнуты чуть-чуть, и они вот так выпукло на тебя смотрят. Ну, я сейчас глубинный смысл не смогу, наверное, найти в этом дереве, но просто, ну, прикольно, дизайн прикольный. Нет, ну, действительно, мне дерево от природы людей привлекает вообще. То есть много же любят деревянные бани за то, что они деревянные. А, я понял. У нас же всё было вообще в Apple Store же всё белое такое. Типа ты заходишь, и там хай-тек. Ты покупаешь супертехнологии. А сейчас ты покупаешь девайсы для жизни, и они в дереве всё уже. Вау. Так ты сейчас вдруг, они с кевоморфизмом будут обратно как-то. Это всё. Я согласен, что это вряд ли, но тем не менее. Кстати, Apple зарегистрировалась как производитель автомобилей пару недель назад. Я ждал, пока ты это скажешь, да? Ну, вот. И здесь же в начале Тим Кук сказал, что Apple часы можно будет ими, как брелком, мотор разблокировать себе. То есть ты ставишь app, но понятно, что у них в Америке свои производители сигнализации автомобильных, и они сделают свои приложения для Apple часов. То есть разблокировать. Можно будет. Ну, блин, то есть это нам такое открывает, опять же, столько всего. Во-первых, сколько можно угонять будет с помощью часов? Да, а как ты можешь угонять с помощью часов? Угнать часы? А глушив? А Touch ID какой-нибудь будет спрашивать. Ты же понимаешь, что Apple часы, они... На них, по-моему... Не помню. Не, ну вряд ли на них Touch ID, конечно, есть. Я не помню, я как бы невнимательно предыдущую презентацию смотрел. Но что-то наверняка они скажут, давайте, окей. Для параноиков есть версия, когда ты на Apple Watch'ах жмешь, а он тебе просит руку в карман засунуть и поднестись к Touch ID. Но мне почему-то кажется, что если в этом нет Touch ID в первых Apple Watch'ах, во-вторых, точно уже будет. Интересно, они будут какие тачки делать? Гибридные или обычные, или какие вообще? Ну, вообще логика подсказывает, Я думаю, что как минимум гибридные. Нет, вряд ли Muscle Car, вряд ли Hammer Apple Edition, вряд ли какие-нибудь пикапы здоровые Toyota Tundra Apple. Это круто было. Потому что она одна будет жрать, как 150 компьютеров Apple. Они же там все кичатся, что у них затратно, энергонезатратно. Ну, не то, что кичатся, а реально долго работают ноутбуки вообще. Ну, это было бы круто, конечно. Поэтому Muscle Car вряд ли Chevrolet, Camaro, или как там, который в Transformers был, не он. Так, здесь еще нам пишут, что updated MacBooks, скорее всего, с Broadwell чипами будут. Тот, который я ждал, не дождался. Блин. Но только и не он. Здесь пишут, что с Air'ов начнут. Мы когда с тобой обсуждали в каком-то из подкастов про Broadwell, там как раз вышли, помнишь, вообще говно урезанное. Да. Broadwell M какой-то там. Ну, не совсем говно урезанное. Урезанное. Да, там какие-то с буквами. Вот здесь какие-то с буквами будут в MacBook Air'ах новых. То есть не урезанное. Ну, как тебе сказать. Очевидно, что выйдут еще крутые прям i7 мобильные, которые прям в прошке сразу засунут, и ничего не изменится. Только производительность. Так. Вряд ли они будут сильно больше энергонезависимые. Но тем не менее, да. Ну и... В общем, ждут новых MacBook Air'ов. Причем ждали Retina MacBook Air'ов 12-дюймовых. Здесь пишут, что вряд ли. Doubtful, сомнительно. Ну, будем ждать. Я прям не могу. Уже сильно жду. Вообще жить не могу. А еще есть какие-нибудь такие прям из новья? Типа часы, тачки? Новый Apple TV, возможно. Потому что, в принципе, предпочитают думать, что компания Apple ведет переговоры с HBO. В апреле же у нас новый сезон. Внимание, внимание, Game of Thrones. Это бабки. Или это из Скайрима. Не знаю, я путаю их темки. Я там напеть не буду. В общем, да. Чтобы, опять же, на Apple TV, на рабочке, у тебя появилась отдельная кнопка прям Game of Thrones. Ну или HBO хотя бы. А там уже внутри сразу Game of Thrones. И ты купил там через iTunes шлюз, через какую-нибудь хрень. Вот это все. Но суть в том, что это все равно целый новый продукт. И они не будут, вряд ли, будут очень сильно смещать фокус с Apple Watch'ей на прям кардинально новый продукт. То есть сказать, что выйдет апдейт iOS'еньки, и выйдет апдейт OS X, и выйдет апдейт MacBook'ов, это можно. А то, что выйдет еще одно грандиозное там супер обновление Apple TV, это уже может быть вряд ли. Знаешь, что еще надо Apple? Им надо еще эти камеры делать активные, как GoPro. Ну, шестерочка уже снимает 60 FPS. Возможно, они так... Хотя мы же 6+, когда с тобой не пользуюсь, как лохи, бомжи, безденежные черти. Мы не знаем, там стабилизатор есть. Возможно, он очень круто работает. Возможно, уже практически как экшн-камера. Напишите в комментариях, если вы на плюску что-нибудь сняли крутое, дайте ссылки, мы посмотрим, как вы на сноубордах гоняете. Да. Так, кроме Retina MacBook Pro, Doubtful еще, maybe next time iPad Pro. То есть, я не помню, мы с тобой в подкасте обсуждали, но я с батей точно разговаривал на эту тему, практически как в подкасте мы с ним сидели, обсуждали, что типа, почему вообще iPad Pro? Потому что они хотят на вакуумовские... Ну, я прям вспомню, как я это с тобой обсуждал. А, да-да-да. Просто не в подкасте. Да-да-да, я помню. А просто разговоры на диване у нас с тобой были. Вот, да, что они хотят, возможно, вакуумовский рынок отжать. То есть, там будет прям стилус суперточный, там, какой-нибудь просто гениальный. Какие-то патенты у них были по поводу того, чтобы экран чувствовал нажатие. Ты чувствовал сильно, ты нажал или не сильно. В общем, это сильный хай-тек уже должен быть. Но вот какой-то там вот этот Мин Чин Ко, который супераналитик эпплевский, который прям вангует почти стопроцентно, да. Он предпочитает думать, что на дабдабе представят. Ну, то есть, в июне, там, хрен где, поэтому, да. Именно iPad Pro. Да, iPad Pro. Прикольно. Ну, вот, да, здесь в конце как раз How to Watch, что лайвстрим, там, бла-бла-бла, лайв каверич. Они тут, кстати, тоже пиарят, что на Apple Insider.com будет лайвка. Уже есть лендинг. Ну-ка, давай посмотрим. Я так думаю, на их... Я не знаю, Apple Insider.ru вообще к ним как относятся. Возможно, вообще никак, потому что это High News Holding. Ну, да. Это High News.ru. Это не реклама, это просто, как бы, опять же, это неподъемно. Ну, да. У них тоже, наверное, будет трансляция, кроме Вилсакома, поэтому... В общем, ждем. Да. И, как обычно, можно будет Twitter выключать на сегодня, потому что... Ну, не на сегодня, а вот на эту ночь. И пролистывать его так лениво. Хотя я все равно все прочту со всеми разосрусь в комментариях, но, тем не менее, это смешно, потому что в основном будет, наверное, только про Apple. Даже на наших традиционных источниках новостей, типа там, RT или там, кто ленту читает, кто, не дай бог, Медузу читает, там тоже будет об этом сказано, я уверен. Ты имеешь в виду, если бы сегодня даже у Обамы родился сын, сегодня все равно про Apple бы говорили? Конечно. Потому что Обама, зная это, бы отложил как-то роды. Он бы скрыл хотя бы и сказал, что на день позже, потом бы в Вике... Есть же люди, про которых, типа, написано, что неизвестно, когда у них точная дата рождения. Я не помню, какие... А, ну-ну-ну, да. Кроме там всяких Сальвадоров, Дали, вот таких людей есть и ныне живущие, которые все еще не спалились. Вот у Обамы был бы такой сын только из-за того, что Тим Кук к нему ездил в Белый дом на саммит по безопасности. Он сливает, видимо, Госдепу напрямую всю инфу про нас с вами, про пользователей Apple техники, в обмен на то, что Обама скроет дату своего рождения сына. Не знаю, бред. В общем, да, как-то так. В общем, ставьте хэштег сын Обамы и подписывайтесь на нас. На нас везде подписывайтесь, на Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Надо в Инстаграм уже продолжать что-нибудь бомбить. Сегодня можно с Apple. А давай сейчас запишем и что-нибудь бомбанем, как монтируем. Давай, давай. Так что подписывайтесь, чтобы увидеть это. В iTunes слушайте нас в аудио. И кто слушает в iTunes, обязательно смотрите YouTube Show Notes в описании к видео, потому что там все ссылки. Вообще там круто. Да. Там самое главное, там промокод к SmartApe, нашему любимому спонсору. Ну все. Вот такая дорога будет у вас, если посмотрите презентацию. Не знаю. Услышимся. Услышимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok